Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok И настолько русские фотографии Действительно русские Из деревеньки старые Да, какой-то свет внутри И вот это настоящее действительно Хотя и беднота Но русское, родное Поля эти просторы Это вообще просто что-то Дорогие друзья Сегодня мы рады Видеть вас всех на открытии Этой замечательной выставки Душа России Ирина Стивна и Анатолия Фирсова Эта выставка, которую наша компания Представляет компания Фото Про Арт Кто не знает ее еще Провела в этом году ряд Очень интересных выставок Совместно с фотоцентром Союз журналистов России И вот эта выставка заключительная Которая в будущем году Послужит хорошим началом Открытия нового цикла Особенно хочется поблагодарить Устроителей выставок Которые совершили подвиг буквально Они днем и ночью работали Художники Директор Они буквально Эту выставку Вытащили на себе Честно говоря Неделю назад Если бы сказали мне Что это будет выставка Я еще сомневался И своим друзьям я говорил Ребята, я не знаю Будет выставка или не будет Она была под угрозой Что ее не будет Потому что не было денег Не было возможности Мы думали, что не выйдет это А вышел Вдруг нашелся фирмы Кодек Увидел у нас Им понравились наши фотографии И бесплатно напечатали Что с чудом Сто с лишним фотографий Фирма Кодек Фирма Кодек Вот так вот Так что бывают чудеса Нет, потом были другие трудности Но наш ученик У нас есть колченьков Пришел в качестве спонсора И выложил довольно крупную сумму денег И мы смогли заслать в производство Каталог, который вы там видите Это его старание Если бы он этого не сделал Мы бы не смогли Так что вот так вот Смиру по нитке Или как там Шапка по кругу А если сказать несколько слов о нас Как вы знаете Там такое Под нашей фотографией написано 50 лет вместе Мы до сих пор удивляемся Это совершенно невозможно осознать Я думаю, что старшее поколение нас поймет После 40 лет Каждый день Оказывается, уже год Прошло 50 лет И все эти 50 лет Мы так как-то вовлечены были фотографией В совершенно новую для нас жизнь То есть мы как начали заниматься фотографией Так до сих пор ею и занимались И это замечательно Потому что фотография дает нам возможность Узнавать новых людей Новые места И так мы за ней шли Она как бы у нас была поводырем А мы все шли и шли за ней И вот в конце концов пришли сюда к вам Музыка Музыка ПЕСНЯ Это серьезный классический мудрый академизм, так сказать, без каких-то вычурностей и, так сказать, знаете, таких современных изысков. Вот что ценно? Это ностальгически ценно. Я думаю, что люди среднего поколения, особенно молодые люди, придут еще раз, взглянут на эти фото и поймут, что мир может быть и таким, он может быть и другим, но отнюдь не дискотечным. ПЕСНЯ 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 было ясно, какой огромный труд фотографическое творчество. Я помню совершенно великолепные комментарии к снимкам, которые давала на страницах журнала Ирина Стин. Как это снималось. И вот когда сейчас сопоставляешь с тем, что сегодня делают наши молодые ребята, студенты, молодые фотографы, для которых главное это нажать на кнопку, а там уже посмотрим. Так вот какая была титаническая предшествующая работа вот этих авторов. Как они любили то, что они снимают. Как они были тщательны, как они были трудолюбивы. Это фантастика просто. И естественно совершенно, что это вот сегодня для нас некое открытие для очень многих. Открытие, которое совершенно ошеломляет. Пусть мне оправдываться нечем, пусть спорны доводы мои, предпочитаю красноречию красноязычия любви. Когда молчанию воплотиться в звучащие речи не дано. Когда сто слов в душе родится и не годится ни одно. Когда молчание не робость, а осознание того, какая отделяет пропасть слова от сердца твоего. О сердце склонное к порывам, пусть будет мужеством твоим в поступках быть красноречивым. А в обожании немым. И что бы мне ни говорили, сто крат я это повторю. Прости меня, моя Россия, что о любви не говорю. Вот что я хотел радостного сказать, что уже батюшка, когда нас окропил, ощущение храма, который раздвигает эти стены, было и вот их отдельный дым ладаный. И вот это ощущение счастья и радости рождественского подарка, который нас посетило. Конечно, это спасибо вам огромнейшее. Низкий вам поклон. Почему, в чем секрет вот этого счастья, которое вам далось? Ведь талантом многие обладают, а вот как идет куда талант, это же очень важно. Вот так же, как русский язык, он подчиняется только любящему сердцу. И скажем, многие же пишут на русском языке, очень многие. И русскоязычно в том числе пишут, понимаете? Но ничего не получается, потому что русский язык, он все-таки дается любящему сердцу. И вот точно так же и камера. Ведь это не просто доля мгновения, доля мгновения нажать на затвор. Что-то большее происходит в это время. Какая-то величайшая тайна остановлена в мгновение. Ведь это же навсегда вынесено на Россию, уже навсегда остановится эта ночь. Навсегда вот этот воздух, ощущение божественных стихий и воды, этого русского чуда снег. И особенно, конечно, света. Свет, который даже и в ночных снимках. А портреты какие. Даже вот там портрет жеребенка на втором этаже. Думаю, вот надо маме его подарить этот портрет, чтобы она смотрела, какое чудо произвела на свет. И вот вы знаете, почему не может быть таких снимков? Почему эта русскость такая? Потому что есть же прекрасные фотографии в Англии, в Америке, во Франции. Но у них никогда не будет таких снимков. Почему? Радонницы нет. Нет троицы. Нет крестного хода. И береза та, да, тоже и не та. Ромашка та, да, и не та. Понимаете, вот это ощущение русскости, единственности. И, конечно, ничегошеньки с нашей Россией не будут. Ничего. Вот эти, когда начинаются все эти эсхатологические крики. Особенно интеллигенция наша любит это нытье такое предсмертное. Ничего с Россией не будет. Не будет, потому что она бессмертна. Потому что есть такие люди. Вот как рабы Божьи, Ирина и Анатолий. Дай Бог вам доброго, здоровья. Спасибо большое. И вдруг, когда вот оказываешься здесь у вас на выставке, ты видишь, ты видишь, что, что на самом деле Родина-то, она, она где-то терпеливая, и как мать где-то есть, она вот такая ненаглядная. И, с одной стороны, как-то окрепнешь сердцем, что она есть такая замечательная и такая нежная, и просто невыносимая, как у вас часто вы снимаете Сергея Санча Есенина, и у него там есть восклицание, помните, по-моему, Ваня Снегиной. Я думаю, как прекрасна земля и на ней человек. Вот тут все это подтверждает, эти замечательные высокие слова. И поэтому какое-то чувство отдохновения, успокоения, утешения и какой-то все-таки неизживаемой красоты, которая при всей хамской нечистоте жизни стоит за окном, и все ждет, когда мы действительно избегаемся окончательно, и завремся, и залжемся, опустошим сами себя. Она нас дождется. Но, с другой стороны, смотришь на все это, на эту ненаглядную красоту, и думаешь, не уходящий ли это сон? Не ручь ли это уходящее? Удержим ли мы вот эту красоту? Как будто у нас не будет таких закатов, таких рассветов, таких туманов, таких полгней, таких облаков не будет над Россией. Может быть, от этого чувства, чувства мучительной тревоги, которая оставляет эта выставка, тревоги за судьбу красоты России, за то, что может совершиться с ней, за то, что мы все отвратительным своим каким-то вот нечистым сегодняшним поведением можем предать вот это вот, то, что действительно держало нас, то, что строило нас, то, что строило нашу душу. Но все-таки при всем при этом думаешь, дай Бог, всегда же молишься все-таки о том, что Господь милосерден, и жизнь умнее и справедливее, и Матушка Родина, наконец, все-таки Матушка по-прежнему, а не мачеха нам. И она сама нам все-таки вразумит нас когда-нибудь, вразумит, утешит, ободрит и придаст нам силы и веру, что храмы будут стоять не в декоративной красоте и не звездами будут венчаться, а крест за крестом будет вставать по России. Вот и рассветы, и закаты, все по-прежнему будут прекрасно и по-русски вразумляюще. И с этим вот чувством утешения, благодарности, и радости, и надежды, и оставляешь эту выставку, унося ее в сердце все, сколько возможно. А если бы можно было унести не только в сердце, то было бы и совсем прекрасно, было бы издание какое-нибудь, которое бы хотя бы часть этого вбирало в себя. И хочется крикнуть всем издателям мира и России во всяком случае, что, господа, что же вы делаете? Вы, что не видите, что уходит на наших глазах ненаглядная, прекрасная наша, любимая наша Родина. Помоги вам Бог, и спасибо вам за ваши благословенные труды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok